Что у них пенсия, извини бабушка, подвинься, первоцветы занесены в красную книгу, нельзя это делать. Вы думаете, в гендропарке самая большая проблема мусора? Мусор это такая вещь, которую поднял, положил в мешок и его не стало. Я три года в гендропарке себе ставлю вот такой большой плюс, что за три года у нас не было ни одного пожара. А пожар это не мусор, это то, что уничтожает природу, которая у нас росла 50 лет. И после нее восстанавливается она очень долго. А пожары у нас возникают, потому что есть закон, где открытый огонь в лесах и в парках запрещен. Но как бы вот здесь у нас уже есть такая ментальность, что прийти отдохнуть, это же костер с соответствующими атрибутами. Вот отучить от костра, а сделать или пикниковую форму, когда принес с собой, или хотя бы зону, где можно там на мангале, где нет открытого огня. Вот это может экологический патруль, мы с нашей помощью, то есть сделать вот такие условия для того, чтобы невозможность пожара тоже в нашем, во всяком случае, гендропарке была очевидной. Ну и конечно экологический патруль, он дает тот фон, который необходим для основной массы отдыхающих, что за гендропарком присматривают, что тут порядок, что здесь есть люди, к которым можно обратиться. И я думаю, что если будет вот такая система экологического патруля, она может быть и по всей черте нашего города, и она вполне соответствует акции «Сделаем Украину чистой», только не одноразово, а уже, скажем, появляется какой-то механизм, который позволит отслеживать, собственно, результат этой акции, чистоты нашего города. Поэтому, допустим, я сейчас к вам как журналистам, к вам как общественной организации обращаюсь, что да, нам нужна такая помощь ваша, мы совместно с вами хотим сделать подобное мероприятие, но нам уже вышли на тот уровень, когда нам нужно общаться постоянно и делать подобные вещи в течение всего года. Значит, за эти три года наши люди, полтавчане, гости, они очень активно пошли в гендропарк. А вы знаете, что сейчас зима станет теплее, весна настает раньше, и вот уже на этой неделе три дня было солнышко, люди в гендропарк пошли очень активно. То есть, вот то, что я сейчас вам говорю, акция будет 25 мая, а у нас сегодня на календаре середина март. И природа два месяца дать не будет, что мы до мая будем делать вестиваль, а как апрель, ну месяц, все равно. Поэтому подумайте, я, например, за то, что мы можем начинать прямо сейчас, готовиться к 25 апреля, но уже с элементами того, что смотреть на будущее. И я думаю, если мы выйдем с такой инициативой, что под эгидой вашей организации в Болтаве започатковано такое движение, экологический патруль, определить, какие могут быть функции, какие могут полномочия он получить, связаться с экологической инспекцией областной, связаться с нашей патрульно-постовой милицейской службой, привлечь активно общественные движения наших институтов, студентов, техникумов и так далее, то, конечно, тогда мы будем немножечко опережать события, потому что мы будем законодателями этой муки. Вот если мы это подхватим сейчас, то, ну как, я думаю, что...